В эфире информационная программа «Неделя города» в студии Алены Куколевой. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Улицу Грибоедова не доделали и снова перекрыли на несколько дней. Николай Любимов получил удостоверение кандидата в губернаторы. Еще два кандидата подали документы в областной избирком. Останки людей, захороненные на территории древнего кладбища, оказались на свалке. Как такое могло произойти? В Рязани вновь на несколько дней перекрыли движение по улице Грибоедова. Ограничение продлится с 8 часов вечера 21 июля до 23 июля. Прикоснется участка уличной дорожной сети от улицы Липнихта до улицы Есенина. На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены. В связи с перекрытием движения маршруты общественного транспорта будут изменены. Автолюбителям следует продумывать маршрут заранее. Напомним, на прошедшей неделе на указанном участке дороги уже велись ремонтные работы. В центре города вновь провалился асфальт. На этот раз полутораметровая яма с кипятком образовалась на перекрестке Павлова и Первомайского проспекта. По информации на сайте администрации, провал образовался из-за прорыва на сетях теплоснабжения. На время ремонта без горячей воды остались 9 жилых домов, 2 детских сада и 8-я городская больница. Напомним, ранее асфальт провалился сразу в нескольких местах на Кремлевском валу. Тогда проблему обещали устранить к 20 июля, однако стало известно, что ремонт дороги на Кремлевском валу не закончат в обещанные сроки. Движение по участку теперь обещают восстановить к 25 июля. И пока рабочие пытаются успеть завершить ремонт на Кремлевском валу в срок, археологи забили тревогу. Историки переживают за сохранность культурного слоя, ведь это исторический центр города. Ремонтные работы на Кремлевском валу идут с начала июля и продолжаются по сей день. Срезано уже несколько тонн асфальта. А под ним дорожников ждал сюрприз – брусчатка 19 века. Правда, обращаются с ней, как с обычным грунтом. Сама территория, на которой ведутся ремонтные работы – это ров древнего города Переславля-Рязанского. Согласно постановлению Министерства культуры, с 2013 года это место объявлено выверенным объектом археологического наследия. Любые работы должны проводиться под наблюдением археологов, но сейчас этого не происходит. Ближайшие к месту ремонта раскопки находятся более чем в 100 метрах, и они с работами никак не связаны. Там как раз и трудится научный сотрудник Рязанского музея-заповедника Василий Судаков. Он рассказал, что проводились раскопки именно на самой территории Острога, который немного выше Кремлевского вала. Археологами, помимо предметов быта, были найдены остатки Московской улицы, которая вела от Кремля к Московской подъездной башне. Получается, что и во время дорожных работ можно было бы совершить много важных открытий. Понятно, что аварийные работы, но, конечно, это тоже не делает и не выходит. Просто мы очередную частичку истории просто уничтожили. Для археологов важен также и грунт, а точнее слои его залегания. По ним можно куда точнее рассказать об истории нашего города. Уже когда экскаватором вынут слой, он уже свою информативность почти теряет, я считаю, где-то 90-95%. Потому что для нас важно не просто взять эту землю и перебрать, что там найдется. В основном это будет керамика и кости, может быть какие-то интересные предметы, даже что-то может очень интересно. Но для нас главное не просто собрать отдельные предметы, для нас собрать нужную информацию. А остается самый главный вопрос, как повлияли бы археологи на скорость дорожных работ. Ведь асфальт провалился еще в начале июля, и ремонт пришлось делать оперативно. Я бы не сказал, что оно очень много замедлило. Это, конечно, единственное только финансово затратно, потому что, ну, соответственно, нужно проводить работу. То есть смотреть, фиксировать, зарисовывать, фотографировать, отбирать какие-то материалы. Василий Судаков рассказал, что такие работы не требуют постоянного вмешательства археологов. Землю раскапывают только в тех местах, где была старая траншея. Поэтому простого присутствия археологов было бы достаточно. Они бы делали необходимые фотографии и пометки. Учитывая крайнюю скудность письменности по истории Переславля-Рязанского, любые археологические исследования могут нести в себе важную историческую информацию. Сейчас часть исторического пласта утеряна навсегда. Теперь мы ждем комментариев от начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области. Совершенно дикая история произошла на территории десантного училища. Там экскаватор уничтожил часть древнего кладбища, а останки увезли на свалку. Особый цинизм заключается в том, что на этом месте планируют возвести современную часовню. Сто лет назад на месте этого забора из профлиста стоял храм Владимирской иконы Божьей Матери. Построен еще в 17 веке храм был ровесником Успенского собора Рязанского Кремля. Такова история России. В начале 20 века многие церкви подвергались уничтожению. Оказались под землей и этот храм, и окружавший его средневековый христианский Непрополь. Сегодня этот участок примыкает к зданию музея ВДВ и принадлежит десантному училищу. Весной этого года рязанские археологи и краеведы обнаружили здесь надземную часть древнего храма и начали переговоры с командованием училища ВДВ с целью приступить к археологическим исследованиям на режимном объекте. Чего сделать ученые так и не успели. 16 июля остатки средневекового православного храма вместе с древним некрополем были вычерпаны экскаватором на площади в несколько сотен квадратных метров. 16 числа я проезжаю по улице Семинарской и увидел, что здесь экскаватор копает яму глубиной более трех метров. То есть ситуация откровенно, вот на мой взгляд, по моей оценке как археолога, это самый яркий случай вандализма в отношении русских кладбищ на территории города за последние несколько лет. По грустной иронии судьбы котлован вырыли с намерением возвести на территорию училища современную часовню. Нами зафиксированы факты разрушения фундаментов, соколей древнего православного храма. Вероятнее всего, также подверглись разрушению и захоронению, которые его окружали. То есть, очевидно, без согласования с региональным госорганом по охране памятников, без привлечения археологов, без предварительных археологических исследований. Объект был уничтожен и остатки людей, человеческие останки, остатки храма были вывезены на самосвалах, угадайте куда? На свалку твердых бытовых отходов на окружную дорогу. Этот некрополь, по мнению ученого, может относиться и к более раннему времени. Все православные приходские храмы на территории города ранее окружали себя некрополем. Около храмов хоронили, проще говоря. И лишь в 18 веке, по указу Екатерины, захоронения на территории города пресекаются, кладбище выносится за городскую черту. Таким образом, расположенный здесь некрополь относится как минимум к 17 веку. Учитывая то, что каменные храмы зачастую ставились на местах более древних деревянных храмов, то есть храмовое место сохранялось традиционно, на нем ставились культовые сооружения, то данная некрополь может относиться ко времени ранее 17 столетия. При вывозе грунта с места строительства ученым все же удалось в буквальном смысле спасти некоторые фрагменты архитектурных элементов древнего храма. Это белокаменная плита, тесанная белокаменная плита, с изображением четырехконечного креста, стоящего на горе Голгофе. По всей видимости, этот элемент находился в экстерьере русского православного храма. Возможно, он завершал портал, то есть вход над храмом. Аналогичное изображение, похожее изображение мы можем видеть, скажем, в Николо-Дворянском храме, который также постройки рубежа 17-18 веков. Кроме этого камня археологи изъяли из автомобилей ряд человеческих останков и костей. После их передачи епархии они будут перезахоронены. То, что спасти ученым не удалось, было вывезено, впрочем, строительным мусором и грунтом на рязанские свалки. Сейчас вы увидите замечательную картину. Санкционированная свалка, твердых бытовых отходов. Лично теперь остатки храма, человеческие кости, это твердые бытовые отходы. Когда во время строительных работ находят останки людей, стараются собрать эти останки для того, чтобы все-таки захоронить их, как следует, как требуется, чтобы отдать дань уважения и памяти этим людям. Согласно закону, обнаруженные ранее неизвестные захоронения подлежат обязательному перезахоронению. На данный момент, по факту его нарушения, ученые отправили письма в прокуратуру и государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия. В Сасовском районе возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства семьи. В одном из домов города обнаружены тела проживавших там 35-летней женщины, ее 37-летнего супруга и их двух малолетних сыновей, 12 и 9 лет, со множественными ранами. По предварительным данным, мужчина нанес супруге и детям множественные ножевые ранения, после чего покончил с собой. В пользу данной версии говорит и тот факт, что, буквально умирая, женщина позвонила в скорую помощь и рассказала о том, что ножевые ранения ей нанес супруг, так же, как и ее детям. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Зарегистрирован первый кандидат в губернатор Рязанской области. Им стал Николай Любимов. В среду он получил в областном избиркоме удостоверение кандидата. Свою поддержку он предоставил 228 подписей депутатов и избранных глав. Конечно, должна быть компания честной. Достаточно не надо брать, не надо вливать друг на друга грязи. Но это зависит, конечно, от каждого кандидата. Со своей стороны хотел бы заверить, что у нас такой грязи и негатива в отношении иных кандидатов не будет. На выборах 10 сентября конкуренцию Николаю Любимову могут составить еще пять человек. Но если они подадут документы до 26 июля. В четверг подала документы Александра Перехватова, представляющая партию Роста. Предвыборная кампания навсегда сложная кампания. Я бы так сказала, наверное, тот, кто не знает цели, к которой он уйдет, наверное, не стоит в нее ввязываться, я бы так сказала. Но на сегодняшний день цели для моей партии и для меня лично ясны. Я иду от партии Роста. Это партия, которая поддерживает предпринимателей, но не только предпринимателей, потому что они являются основой, экономической основой всей нашей жизни. Ну и тех, кто работает учителями, врачами, социальными работниками. То есть всех тех, кто хотел бы творчески, креативно работать на свою малую родину. В пятницу документы в областной избирком подал Александр Шерин. Он представляет партию ЛДПР. Планы – работать, общаться с людьми, посещать дебаты, распространять в законном порядке агитационную информацию. Ну и, соответственно, после выборов, чтобы у нас, у всех кандидатов, не было никаких причин для того, чтобы не пожать друг другу руки. Владимир Федоткин, Сергей Попков и Святослав Голубятников документы еще не подавали. Тестировать рязанские товары народного потребления теперь будет Роскачество. Автономная некоммерческая организация исследует качество товаров, представленных на полках российских магазинов. В правительстве области подписали соглашение о сотрудничестве. Оно даст возможность региональным производителям развивать производство и улучшать качество товаров. На товаре стоит этот знак, и он этого знака удостоен. Это свидетельствует о том, что товар качественный. Его будут покупать, естественно, с большим удовольствием, с большей охотой и с большим энтузиазмом. Каждый год с началом купального сезона открывается счет несчастным случаям, происходящим на воде. Летний день обернулся трагедия для семьи из Ермишинского района. Утонул 11-летний мальчик. Чем грозит несоблюдение правил безопасности на воде и о чем должен знать каждый взрослый, приходя на пляж со своим ребенком, узнаем у Галины Ершовой. На этой неделе в рабочем поселке Ермиш произошла трагедия. С одного до хранилища подняли тело мальчика. По предварительным данным он рыбачил вместе с другом, а затем захотел искупаться. Ребенок нырнул с плотины в воду, но выплат на поверхность уже не смог. Найти тело удалось лишь через несколько дней. Поисковую операцию осложнила темная вода. Для поиска привлекались подолазы-спасатели спасательных станций города Шилово и города Сасово. Всего в Рязанской области с начала купального сезона утонуло 3 человека. Это меньше, чем в прошлом году. Основными причинами гибели людей на воде остаются купания в состоянии алкогольного опьянения и на диких пляжах. Сотрудники МЧС напоминают, что в этом году в Рязанской области открыто 46 официальных мест для купания. 6 из них расположены в Рязани. Это пляж на озере Ореховое, 3 пляжа на Барковских карьерах, на Лысой горе и на берегу реки Старица. Они оборудованы специальными средствами и здесь дежурят спасатели. А вот купание на привычной для нас реке Окея может быть опасно из-за сильного течения. Особое внимание также стоит уделить детской безопасности. Опытные родители поделились с нами своими секретами. Видите, вот от меня отпускаю его. Он врывается, а я вот держу его. То есть постоянно вместе, постоянно рядом? Конечно, исключительно так. Привязываю за веревочку к ноге, начинаю спать. Хотя когда он плывет, дергается веревочкой, я сразу вскакиваю и его тащу к себе. Читали такое про сын полка? Вот чтобы он не убежал, ему так же делали. Я вот перенимаю все у дедов. Конечно, всерьез опасаются воды немногие. Однако именно соблюдение простых правил может спасти вас от несчастного случая. Помните, что нельзя нырять в незнакомых местах. Сначала обязательно нужно исследовать дно. Также не стоит играть там, откуда можно свалиться в воду и уплывать далеко от берега на надувных матрасах и автомобильных камерах. Мы рекомендуем, чтобы дети купались на детских пляжах. На всех социальных пляжах есть специальные места для отдыха детей. Во-вторых, если у вас ребенок купается, все-таки не стоит надеяться на надувные оплатные средства. Они могут прохудиться, и ребенок может утонуть. И помните, приятные эмоции от купания можно получить только тогда, когда вы уверены в собственной безопасности. Поэтому выбирайте официальные пляжи, держите детей в поле зрения на берегу и находитесь рядом с ними в воде. В Рязанской области готовят закон о дачной конфискации. Те, кто годами не появляется на участке, могут лишиться своих соток. Такую инициативу предложили в Рязанском союзе садоводов. Валерий Судов выяснял, как дачники отнеслись к такому закону. Клубника, малина и вишня – ягоды, которыми можно полакомиться в этом сезоне. На рынках и в магазинах они на прилавках с начала лета. Обычно продавцы – это дачники, которые вырастили свой товар на личном огороде. Ситуация может кардинально измениться из-за закона номер 251 ФЗ. Он вступил в силу с 1 декабря. Теперь дачник может внезапно обнаружить, что собственником участка он уже не является. Отнимать и продавать с молотка смогут земли, предоставленные гражданам под дачное хозяйство и даже под гаражное строительство. В основном коснется закон именно бесхозных дачных участков, хозяева которых наверняка забыли, что у них есть свои 6 соток. Наверняка здесь мог бы расти красивый сад. Здесь бы клубника, чуть подальше картошка и много-много больших деревьев. А пока что здесь можно только распороть ногу вот об эту деревяшку гвоздем. Юрий Чебаков трудится на своем огороде больше 50 лет. Это видно невооруженным глазом. Его дача выглядит ухоженно. С новым законом он полностью согласен. Смотрите, у меня вот заросшина. Вот распилили все. Весь этот сад, это все не распилили. И вот туда дальше пройдет, там все запущено за это. Люди даже по 10 лет не знают, что у них там сад есть. Потому что не работает. Сады заросшие. Поэтому это очень положительно. А пускай хоть кто-нибудь допользуется. Поддерживает закон и председатель Рязанского союза садоводов. Правда, с небольшой оговоркой. Конечно, я с ним согласна, безусловно. Но надо это, наверное, в каждом случае конкретно все рассматривать. Действительно брошенный участок. Каким-то причинам. Сколько лет не обрабатывается и прочее. Брошенный участок – это балласт для дачного сообщества. Заросший травой он также представляет и большую угрозу пожара. С финансовой стороны это тоже проблема. Никто не платит членские взносы, которые полностью ложатся на плечи соседей. Федеральный закон призван решить вопрос заброшенных участков. Правда, есть и обратная сторона медали. На обработанной земле также можно найти массу нарушений. Например, земля на участке обрабатывается не так, как надо. А это снижает ее плодородие. После этого можно автоматически объявить землю и строение на ней бесхозными и забирать свою собственность. Более того, закон даже не обязывает ставить владельцев участков в известность, что с их собственностью проделываются подобные манипуляции. По статистике профсоюза садоводов России, дачные участки сегодня имеют 70 миллионов человек. Чтобы не лишиться своего огорода, надо провести государственную регистрацию земельных участков. До начала сезона сбора бахчевых еще месяц, а в Рязани уже вовсю продают ранние арбузы. Вдоль городских дорог и на рынках появились арбузные развалы. Однако бытует мнение, что арбузы и дыни не следует покупать ранее второй половины августа. Так ли это на самом деле и что следует помнить при выборе этого лакомства, выяснил Валерий Седов. В Рязани стартовал сезон продажи бахчевых. На улицах появляется все больше палаток с арбузами и дынями. Но зеленая ягода вызывает подозрения у обычных обывателей. Арбуз очень любит солнце, а оно за все лето появляется не слишком часто. Если арбузы покупать рано, то есть вероятность нарваться на недозревший плод. То есть там не будет никакой абсолютно пользы для здоровья. Никакой не получите, получите вред. Чтобы ускорить созревание, увеличить массу плодов, недобросовестные производители могут превысить дозу стимуляторов роста и минеральных удобрений. Порой прибегают и к химии, добавляют нитраты. Это может привести к пищевому отравлению. Если в арбуз добавить разные химические добавки, то можно попросту испортить полезность этих ягод. В любом случае не стоит съедать мякоть у корки. Самое вкусное и полезное у арбуза – это середина. Эта ягода богата простыми сахарами, там очень много фруктозы. Она сладкая, спелая, большое количество клетчатки, большое количество магния, витамина, витамина С. То есть она сама по себе очень приятна, на вкус, быстрое насыщение вызывает. Арбуз на 80% состоит из воды, поэтому он прекрасно утоляет и жажду, и голод. Шукруло работает на рынке больше 15 лет, и в арбузах он разбирается прекрасно. Продавец поделился основными советами, как его правильно выбирать. Вот, например, я убираю по звуку. Не слишком злонкий, не глухой. Такой средний, чтобы. А то, если слишком злонкий, они уже розовы. А глухой звук тоже перезревший. Надо вот между ними такой, чтобы точно. Вот, например, вот это то, что надо. Ну, вот некоторые, чтобы по хвосту смотрят. Если сухой, значит готовы уже, если зрели так. А если, например, зеленые, что это уже не готовы. Как еще не зрели. На прилавке арбузы из Казахстана и Краснодара. Каждому завозу есть специальный сертификат. К тому же на рынке есть лаборатория, в которой каждую неделю проверяют эти вкусные ягоды. С диетологом Шукруло согласен. Нужно чуть-чуть подождать. Вот, например, вчера я домой взял. Он хороший, он красный, сладкий. Ну, еще не так, чтобы сахарный. Наверное, еще неделька есть время. Через недельку еще получше будет. То есть вот в начале августа уже можно покупать? Ну, это самое то. Потерпеть несколько недель или целый месяц – это выбор каждого. Главное помните, купленные арбузы не дозревают. Если уж покупать, то только самый лучший. Руководствуясь советами продавца, мы выбрали себе арбуз. И теперь попробуем его. Очень даже вкусно. Лысая гора – излюбленное место отдыха рязанцев. Чистый воздух, сосновый лес и песчаный пляж рядом. А еще железобетонная громада нефункционирующего трамплина, который стал неотъемлемой частью пейзажа. Когда он там появился, и что думают об этом строении отдыхающие, узнала Ирина Ковалева. Пожалуй, только в будний день здесь так малолюдно. В выходные же на Лысой горе яблоку негде упасть. Не зря она считается одним из излюбленных мест отдыха рязанцев. Летом здесь загорают и купаются, а зимой катаются на санках и лыжах. О том, что когда-то на лыжах здесь не только катались, напоминает вот этот трамплин. Стоит он здесь так долго, что многие к нему уже привыкли и перестали замечать. А некоторые даже не подозревают, что это за конструкция. Вы знаете, нет, не знаю. Нам удалось выяснить, что трамплин здесь был построен еще в 1959 году. Тогда Лысая гора называлась Гремячей, по-видимому, из-за обилия гремящих у ее подножия родников, а трамплин был деревянным. На нем, активно осваивая новый вид спорта, тренировались в прыжках лыжники-двоеборцы. Студенты из рязанских вузов тоже приезжали сюда на тренировки, которые приносили свои результаты. Рязанцы регулярно занимали первые места на соревнованиях в разных городах Центральной России. Старый деревянный трамплин в Саочи просуществовал до 1974 года. В конце 70-х годов, при подготовке к Олимпиаде 80, по всей стране массово строились различные объекты для спорта. И Саочинский трамплин также попал в эту программу. Был разработан проект, однако возведение его, сами материалы, все поставлялись за счет хозсредств от различных организаций города Рязани. Правда, с нового трамплина не было сделано ни одного прыжка. По всей видимости, при проектировании была допущена ошибка. И если предыдущий деревянный трамплин был рассчитан на 30-метровый полет, то дальность прыжка с этого трамплина должна была составлять 45 метров. Но склон заканчивается раньше, и, соответственно, лыжники должны были бы приземляться в районе береговой полосы, что, естественно, небезопасно. С тех пор эта железобетонная громада так и стоит на Лысой горе, нисколько не украшая пейзаж и не принося никакой функциональной пользы. Вид с нефункционирующего трамплина открывается чудесный. Однако уподобляться нам и забираться сюда все же не стоит. Это опасно. А вот если бы здесь сделали, ну, скажем, оборудованную смотровую площадку, было бы действительно здорово. О том, что с этой громадой нужно что-то делать, говорят и сами отдыхающие. С вашей точки зрения, то, что он здесь вот в таком виде стоит, не функционирует, может, можно было бы его под что-то другое? Снести. Снести. С вашей точки зрения, самое разное. Ну, зачем он нужен? Можно что-нибудь сделать. Площадочку смотровую или вообще его доделать. Ну, или уж на худой конец лучше разобрать. Либо снести, либо сделать, чтобы он функционировал, либо как-то перестроить его, наверное. Потому что в таком красивом месте стоит какая-то рухлядь, по-моему. Когда-то во внутренних помещениях трамплина работал тир. Было время, что на одной из внешних стенок организовали скалодром. Ну, а сейчас его все чаще называют памятником бесхозяйственности. Даже выяснить, в чьем ведении он сейчас находится, нам, увы, не удалось. В Рызанской области прошли совместные учения Росгвардии, правоохранительных органов и спецслужб региона. Стрельба, взрывы, десантирование с вертолета. Все это в материале Ирины Ковалевой. 18 июля в Чучковском районе было неспокойно. Взрывы, стрельба, вой сирен, гул вертолетов. У всех, кто находился неподалеку, наверняка возникали мысли о внезапно начавшихся боевых действиях или масштабных спецоперациях. Но, к счастью, на сей раз опасность условна. В спецподразделения правоохранительных органов и специальных служб региона совместно с сотрудниками Росгвардии приняли участие в масштабных тактико-специальных учениях. В сценарий учений таков. На охраняемый объект проникают преступники с намерением осуществить террористический акт. При попытке захвата террористы берут в заложники работников объекта, а часть нападавших пытается скрыться в лесном массиве. Учения проходили на нескольких точках. Их финал развернулся на полигоне военной части Чучковского района. Сейчас мы находимся в самом центре проведения спецоперации. Пусть опасность сегодня условная, бойцы спецподразделения работают по максимуму с использованием новейших средств вооружения и спецтехники. Бронеавтомобили «Рысь», «Тигр» и «Выстрел» под управлением бойцов ОМОНа и СОБРа Росгвардии участвуют в последней фазе спецоперации по преследованию и задержанию преступников, которые продвигаются к населенному пункту. Помимо наземной техники в учениях принимают участие многоцелевые вертолеты Ми-8 и личный состав мобильного отряда особого назначения войск Национальной гвардии Российской Федерации. Экипажем одного из вертолетов ведется ответный огонь по противнику, второй осуществляет высадку десанта. Сейчас вертолет Ми-8 производит высадку воздушной воисково-штурмовой группы на площадку десантирования штурмовым способом с режима зависания. Главная задача – не допустить продвижения преступников в сторону населенного пункта Дубровка. Высадка десанта проводится на предельно малых высотах, что требует высокого мастерства пилотирования. Главной целью данных учений является отработка взаимодействия силовых структур и органов власти Рязанской области при проведении контртеррористической операции на охраняемом объекте. По окончании учения заместитель командующего Центральным округом войск Национальной гвардии России генерал-майор Игорь Гетманов отметил, что действия личного состава были слаженными, высокопрофессиональными и соответствовали существующим реальным планам обороны охраняемого объекта. Вы видели, что работаны вопросы взаимодействия, потому что применялась авиация, авиационные подразделения, применялись подразделения специального назначения войск Национальной гвардии, это у нас отряды СОБР и ОМОН, ну и вопросы взаимодействия непосредственно с УПСИН в Рязанской области. Данные мероприятия нужны, дабы в случае, они не исключены в проведении, вот если он разведывается крупным попыток проникновения, видите, какой блок получается по взаимодействию, организации действий, дабы предупредить данные попытки. Всего в учениях приняло участие порядка 200 человек. По окончании проведения учебной спецоперации личному составу были вручены почетные грамоты и ценные подарки. И на этом у меня все. Я напомню, что новости вы также можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам отличных выходных. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok